Бардачок заблокирован Всем нахуй добрый вечерочек Плевать что и сейчас утро Просто ну так модно говорить Мейнстрим там все дела 6 утра на данный момент Я решил Снять с машины аккумулятор И поставить его на зарядку на весь день Потому что я как бы поездок никаких Вроде бы не планирую А аккумулятор я очень хорошо сажаю Своей музыкой И надо в общем то будет снять Задний фонарь Правый он очень сильно запылился Не знаю почему В десятке очень большие зазоры И поэтому По истечению какого то времени Она изнутри очень так сильно запылилась Сейчас я даже это продемонстрирую Протираем Тут все герметично Протираем Там внутри полностью жопа И я не знаю с чем это связано У меня на фарах Отказывают некоторые светодиоды Точно такая же ситуация была зимой Но стоило мне зарядить аккумулятор Как все они начали опять гореть Сейчас может быть тоже из-за аккумулятора Но Все таки думаю придется Там почистить контакты Поставим машину вон туда Как бы около дома А потом уже все будем Аккумулятор и фару снимать Конечно да Тут очень сильно слепит солнце Я когда сдавал назад Было Очень так проблематично Ориентироваться Так Где тут место свободное Чуть не видно За этим Ага вот оно все Тут батя мой стоял На работу сейчас уехал В общем то припаркуем Мы сейчас задом сюда тачку Да И начнем Потихонечку разбирать Ну все ребята Вооружив все отверткой Я открутил Не знаю как Карпет можно назвать В общем Обшивку багажника Тут придется Приходится немножечко горбеть Потому что Полный рост Получается Обнаружил тут Очень много пыли Сейчас я вам это все Покажу поближе В общем вот Вот тут пыль Внутри фары тоже В общем Открутить ее Не составит труда Там всего лишь Четыре Четыре гаечки Что надо найти Маленькие ключи И все это Аккуратненько Ввиньтесь Что я и говорил Вот тут перегорело Три светодиода Не знаю что это С контактом проблемы Или Так вот тут их перегорело Аж четыре Просто как две полоски Вот Фару я уже открутил Вот таким вот Маленьким ключом На девять вроде бы Так давайте Попробуем Так вот так Сейчас в очко зажмем Так ну как то так Разве на герметик держалось Ничего себе Скорее всего да Герметик тут был Герметик не выдержал Чего тут за боление Так Естественно Тут вроде Как бы все подключено Током ударит Не ударит Я пофиг Почему вот эти то не горят Лампочки что ли перегорели Сука Так А разбирать их Вот Вот это вот О смотрите Она уже отходит Да Ее сейчас Отковырять до конца И почистить Только Потом нужен будет герметик Герметика покупать придется Вот это вот плохо бесит Ладно Что Требует жертв Финансовых Затрат Машина Когда вот снял Она перестала казаться Такой грязной Как будто специально Вот в общем-то Такая дырень тут у нас Все Немножечко поэстетичнее сделаем Так вот хотя бы Так Герметик старый Ну и закрываем Вот так вот у меня тачка простоит Без одной фары Сейчас в общем-то Надо думать Как ее Получше открутить Потому что Я вот тут Увидел еще Вот эти вот Отверточки Я не знаю Конечно что они держат Вряд ли Наверное Они Прижимают Стекло С лампочками Проблема была Вот я как бы Не знаю Откручивать ее Или нет А по сути ее Разбирать Смысла нету Потому что Она не пыльная Вроде бы Вот и Я боюсь Сделать только хуже Вот поэтому Ладно Давайте попробуем На вот этой Которая уже Истаскалась Со временем Итак Гребя Работа сделана На видео Это конечно же Показалось очень быстро Да я тем более Не снимал Но у меня Очень Такое сложное Крепление на аккумулятор Оно такое вот Состоит из Конструктора И В общем Очень-очень Напряженно Я снимал Аккумулятор То есть Это не спорю Руки у меня Так еще Не надрочились Его снимать А фару Быстренько Раз-раз Открутил Вот Сейчас Прям домой Аккумулятор На зарядку А фару На разбор Взял на всякий случай Отвертку Вдруг Придется откручивать Вот эту вот Плату Давайте сначала Попробуем Все-таки Ее открутить А потом уже Будем Ковырять Вот так вот В общем-то Это выглядит Самая фара Вот А это уже Получается Каркас Вот он Насквозь Сейчас мы Его промоем Да Как хорошо И разбирать Не пришлось Вот Сейчас все Дырочки Прогудим Ну и Рита Да Как же Беспомощница Рита Помогает Вот Вот Аккуратненько Салфеточкой Протрем Ну в принципе Ну в принципе Забрать Забрать фары Своей В общем Ну Нужны мне Были Короче Деньги У меня Действителен Паспорт Вот И пришлось Ждать Там Получается Консультанты Разные Работали Вот Я получается Прождал свою Очередь Сначала Кассе Меня У кассы Помотали Писюном И сказали Иди через Сбербанк онлайн Пытайся Закрыть Свой счет Закрыл Перевел Денюжку На карту Наличку Снял Пошел Стричься Вот Стригусь Я зачем Чтобы сейчас Пойти И сфоткаться На паспорт Чтобы его Потом в итоге Поменять Потому что Как мы знаем Мне уже Стукнул Двадцатник Вот И как бы Надо бы Уже менять Паспорт Получается Дается Месяц Вот Месяц Я могу Походить Со своим Школьным Паспортом Покажу Я вам его Потом Кстати И потом Ну все Уже Как бы Мне Будет Возлагаться Штраф Если я Дальше Так буду Хуйпина С детским Паспортом Вот Осталась Неделя Как всегда Все в последнее Время Делаю Да Вот В общем То Осталась Неделя Едем Менять Потом Заедем На почту Потом Заедем На работу В общем Очень Сегодня Много Дел И так Мои маленькие Каргызы Вот я сейчас На деловом стиле Джинсы Как в кроссовках Как распиздя Но мне все равно Фоткать то по пояс Буду По плечи Даже Поэтому Не смертельно Сейчас Поедем на почту Заберем фары Потом заедем Сфоткаемся Блин Я штраф еще не взял Помните Два или три Влога назад Мне штраф ПДД Выписали Гайцы Добрые дяди Гайцы До сих пор Еще не оплатил Надо загонять Оплатить Охуеть ребята Мне дичь пришла Почему вот такая Большая коробка Там всего лишь Две фары Их Наложенный платеж Тут походу Это Очень Хорошо Замотали эти фары Ну мне кажется Думаю Так Сейчас Отдерю Блять Нож в бардачке А бардачок Заблокирован Да Не лучшее положение Сейчас для меня Блять Я еще получается В пиджаке Блин Сейчас Коробка пыльная Даже с ней возиться Не очень охота Но проверить надо Что именно там находится Потому что Вдруг там фары Неисправны Ну покоцаны С доставкой Вот как бы Чтобы это Все по факту Вот так вот Показать им Давай Сука Открывайся Так Скотч 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 Этот ебучий Так чем же Открыть Ключом Может Точно Ключом Так Надеюсь Вскрыл Хоть чуть-чуть Блять Нет Ни хера Не вскрыл Коробку промял А Сам скотч Не порезал Вот блять Не в нужный момент Я костюмчик Решил одеть Ну блин Мне фоткаться Надо было Так Мне еще Уже Через полчаса Надо Заехать на работу Будет Блин Сложно Сложно Приветствую Ребята С вами Саша Джаггернаут Сегодня был Довольно-таки Заебистый день С утра Мне надо было Ехать на работу Наполнять Пирамиду Шампанским Вот Но это шампанское Никуда не денется И Как сказал мне Начальце Его придется Все выпить То есть Там 5 бутылок Примерно Одна пирамида Заполняется А мне Еще надо было Очень много Куда скататься И я сказал Нет Я сегодня Не приду бухать Вот Она мне Потом Ну Написала В смс Что Ладно Давай Переносим На завтра Он Брат Пришел Короче Забрал я Буфер Два своих Буфера Вот Стоит В общем-то Сзади Че Че смотришь Буфер А че Тебе за бумажки А это Го Выкинь Прям тут Спасибо брат А это Вы Вот Один Урал Стоит Второй Лежит Вот тут Вот Где-то Должен быть Купил я Этот Сабвуфер За Семь Кусков Это Полбеды То есть Сами Сабвуферы Стоят 3 300 В магазине Каждый Мне Еще В придачу Достался Очень Огроменный Короб Который Я заебался Тащить Хотя бы До лифта Знаешь Какой он тяжелый Я его это Думал Донесу Вот так вот На руках Как миленький Поэтому Он не переделанный Нет Такой же Ты же говорил Его уменьшу Ну я Ну не сейчас же Прямо Как я уменьшу Его надо резать Понимаешь Болгаркой Сейчас можно В принципе Ко мне съездить Я тебе покажу Этот короб Там кошка Охерел Как я его Только это Начал волочить Я же его не на руках Нес А волок Грубо говоря Она Сразу Себалась Что ты эти Жим-то делай Типа Гребы Хе-хе-хе Хе-хе 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 Сравнение Вот с этим Угу Хе-хе Хе-хе Ебать Катушки Отсасывает Похоже Ебать Там Да Нет Я так притягиваю Размагнится Го прыгнем Ага Ты не боишься уже? Мне просто время Не охотить Реаль Сидеть Кш-кш-кш Как вы закрепите Немножко не горят Что мне резюансы? Не так в это Обуви проходить Относить Я думаю Ты домой Тоже это В обуви ходишь Да Когда я жду Как вы Ебать Утро дождь Хе-хе Да ну нахуй Тер Ты понял Да Почему Я его заебся Тащить Ебать Ебать Ты понимаешь Что это будет В машине Ты один тащил Да Ебать Кто тебе дверь держал Ну сам в одного Ну да Этот буфер Ну смотри На другую сторону Вот сюда Ко мне Это вот этот Сюда посадить Да Да Ебанутся Бля Я просто Да не нормально Стоит Да Можешь застук Он получается С буфером Килограмм 90 весит То есть Два буфера Туда Если вкрутить Вот Скажем Реально То что у нас Волосы Флексить будут Ну если На заднем Сидении Будет То да Его главное Понимаешь Его главное Засунуть Я бы его на заднем Сидении даже возил Ну Бля Ну здесь У тебя даже слов нет Нормально Ну это Это нормально Но Он понимает Что ты видишь Какой порт Вот смотри Ну короче Одна третья часть Это порт Он пиздец большой Надо хотя бы Знаешь Вот его Вот так вот Обрубить Тогда он залезет То есть Получается Он Вот так вот Ну и обрубишь ты его И что Все Он залезет В машину Будем гонять Слушать Понимаешь Тут Он у тебя Получается Из двери Выходит Когда ты его засовываешь Или он туда не помещается Вообще не помещается Такой же вот с этой стороны Маленькая же Понимаешь Не лезет Он смотри Стоя Не залезет Вот так Стоя Он даже так Не влазит Понимаешь Вот он может В ширину Может тут оставаться Но верхняя арка Она вот сюда Упирается К примеру А тут в ширину Еще другое место То есть мы Сидушки как-нибудь Там подвину Никит Мы все пытались Да И сидушки Я и в переднюю дверь Передняя дверь Она же по сути Побольше чем задняя Я и переднюю дверь Пытался как-то делать Ничего Вообще безрезультатов Валек даже На своем айсексе Складывал сидушки И клал в багажник ее То есть тут Понимаешь Тут все очень серьезно Получается Вот тут порт Легче всего обрубить То есть Блин А не будет ничего Собьется настройка Но Знаешь Что я тебе хочу сказать Я прочитал ЧВ Это такая штука Там веешь Там несколько стенок Внутри Самом ЧВ То есть Воздух Идет сюда Бьется Разворачивается Ну там короче Там 4 стены всего Вот И они короче Воздух между ними Тушь 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 Больше трясет И получается У тебя КПД от сабвуфера Идет намного больше То есть Ты допустим У тебя Может быть Ставить Sony Мой эксплот Но валить Там допустим Лучше чем Вот на моем На шестиугольном коробе Вот Тут ты короче Можешь из него максимум выжить Даже при малой мощности То есть трясти нормально будет Вот Но И тут еще какой плюс Настройка То есть допустим Если ты Вот мой Sony Эксплод И тот короб Вот у того короба Какая-то определенная настройка есть То есть допустим На 40 герц То есть вот эта труба Которая там есть же Дырка Она там не просто То есть Ее ширина Ее глубина Она вот это все Определяет настройку То есть не сам размер короба То есть он короб может быть маленький Вот Самое главное Это вот как оттуда выходит воздух То есть вот тут видишь Тут какое-то Тут это порт Это не труба Это вот такая щель Щелевой называется с собой Но в принципе я и не видел Чтобы АЧВ были этими С трубами Ну так вот Если мы обрубим Вот этот хуйню Собьется по сути настройка То есть герцы По другому будут То есть если он его там настраивал Под сколько Под 37 герц То у нас там 37 это как фары Вот этот играет Там низкий частот Вот И это Ну смысл в чем Короче надо знаешь как В ЧВ Буфер Вот чем он хорош Он воспроизводит 20 герц Короче допустим Ты его настроил на 40 Он может сыграть круто 20 и 60 От 20 до 60 Потому что это ЧВ А если ты фазоинвертор Так настроишь Кошка пришла В ахуй Я скажу Она так привыкнет Что ее дом будет Да не будет Ну что она же любит Лазить по таким подыркам Ну пусть полазит Че Да нет Один раз засунишь Ничего не будет Останется там С буферами вместе Увезем Ну так вот А если ты Допустим фазоинверторный Коро настроишь На какую-то определенную Частоту То он максимум Будет играть Плюс 2 Или минус 2 герца То есть вот допустим Песня Там допустим 42 герца Он ее еще отыграет 45 герц Он уже Чуть-чуть Это Ну у него Бас будет хуже А вот этот Вот он Именно у него Запас большой Единственный минус То есть по сути Все бы ставили ЧВ Но Единственный минус Он блять большой То есть ты сам Это понял Как только зашел Вот такая вот Небольшая Ребятки Жалко Его резать Жалко В смысле жалко Ты вот тут Отрежь Ну отрежь Но все равно Если настройка сбивается В общем какие-то герцы Будут хуевые У тебя волосы дыбом будут стоять Да дыбом Главное чтобы играл Нормальный Дыбом это блять Некет Я тачку варить не хочу Нахуй варить Понимаешь Он тачку свою варил Калину Как У него крыша Разгерметизировалась Где крыша и лобовое У него там это От флекса Ржаветь даже не начал Рита Хочешь в буфер? Чух-чух Блять боится Сыбы Ладно Это она сейчас Стесняется Пока что И надо еще Короче Тот старый буфер Забрать Ну не старый А который Тоже на две эти Только на две десятки То есть тут же двенашки Буфер А там десятка Вот Надо эту всю хуйню Забрать И продать Сейчас погоди Нет Обрадовался Обрадовался Я эти Спрятать хочу Вот эти вот Заупы Арис Ну не ставь Бам-бам-бам-бам-бам Вонючий корпус Здесь нормально Б Web Да-да посмотри даже если сравнить понажимать даже если на них еще и вот тут хоть резинка потуже вот тут она вообще как на колонках то есть у меня на видах даже это пожестче будет вот еще вот эта крышка ее надо приклеить а вот мне кажется пожестче потусари какие зим подводящие это подводящие это вроде вот это вот штука да вот это было с подводящим бульвар суса бульвар это на брод злой а я чертал стрим с икрой шумоизоляция 1 лист 2 лист 3 листа вибро изоляции два листа шумоизоляции это на багажник пусть поставили так мы его с тобой еще не сделать пляж мы блять где-то с марта месяца я тебя хотел позвать сделать шумку нормально то есть можно посмотреть сколько просадки будут то есть допустим если меньше 13 то слушать ну как бы уже можно знаешь как вот эту наклейку содрать искать тут тоже один фарад и продать короче оба по 700 и как там наклейку сделаешь это же не наклейка закрасить сына кошку грибы вот это надо сейчас все с аккуратненько спрятать под мой диван то если то есть узнает папа не одобрит папа я не оглохну и так выйди пожалуйста он туда закинет там интересно проберется сюда это же прикольно это как детский городок как будто для кошки плотно наши басы мама любит деньги любит деньги мама любит дети мама я туда ничего не прячь это хоть не наркотики они подкинули он за сколько стоил 120 рублей да сейчас такие в 2009 году брали то есть когда мы еще пиками были в каком классе дома не успел поесть вытащили на улицу а я вот что буду пельмени префлексились брать рита да кушать будешь рита рита не камеру подержи брат сейчас я ее выдавлю надо двумя руками давить желешку любишь ты свой китикет желешку ну там реально то есть короче вискос я вот как понял вот корм вискос он в соусе то есть куски мяса китикет и этот оранжевый какой то как он там называется оранжевый фрискис фрискис вот это вся штука она в желе то есть это не соус что спасибо я наел серьезно закрой тогда пельмени хотя бы просто соус вкусный запит ага спасибо брат жена тебя кормить не будет к брату придёшь дари блять не тот чё ха ха ничё шуста не тот хахахахх некит бля я думал это есть наденешь хахахаха в смысле я тебе хотел кроссовок спиздить хахахахаха блять забыл Держи быстрей Шнурки завязали А сам мои кроссовки тырил Как там Великие поговорки В русском языке Не рой могилу другому Сам в нее попадешь Не рой яму другому Не рой могилу Вот дождя нету Высоцкий Спасибо что живой В багажнике я решил освободить место И буфер у меня На короткое время перекочевал На заднее сидение Как это все стоит И там прикручена Еще одна голова Урала Так вот Что с задними фарами Все знаете Я их пытался чистить Я их снимал Снимал вот эти вот лампочки маленькие Чуть-чуть Пыль я там очистил Но опять же одной водой Это сделать не получится Надо по любому чем-то протирать Разбирать я их до конца не стал То есть при помощи теплового фена И поэтому они у меня Ну чуть-чуть запылены По сравнению с левым К примеру фонарем Случилось это из-за того Что не из-за брака Я думал что у меня Допустим одна бракованная фара была Это все из-за того Что вот тут Вместе с ними Идет резинка На этой стороне Я резинку сделал плотно Она встала между фарой И железом То есть И между корпусом машины Тут же Она у меня болталась Просто-напросто И поэтому Как бы в это расстояние Задувалась Сдувалась пыль И все это в общем-то Осело внутри фары Так вот Еще Помните Вот та была большая посылочка Я конечно же Делал опрос в группе И Эти фары Они по сути победили То есть С тремя глазками Я Я конечно их буду Еще разбирать И перекрашивать В черный цвет Вот Из косяков Какой тут косяк Они по сути Это уцененный товар Его продавали В два раза дешевле От его стоимости Косяк Блять Я раскравил палец Буду как Ирина Поленкова Вот тут есть пленка Видите Она не снаружи Она внутри То есть Я когда буду разбирать Это все Красить мне это все придется Я один хер Это все разберу И пленку уберу Все Не проблема На втором фонаре Отклеена Вот посередине Вот получается Ангельский глазок Посередине Пластмасса Между ними Типа разделитель Этот разделитель Да Он просто-напросто Отклеен Заклеить проблем Ты что Опять же Знаешь Тут все вопросы Связаны именно С разборкой фары То есть Ее именно Надо разобрать И потом уже Ну как-то Привести в порядок Вот в общем-то Мне так и так Разбирать Потому что Если их ставить белыми Белыми То есть Как они сейчас есть Ну Я хочу черными Потому что У меня Акцент в общем-то Сделан на черном В машине Вот И как бы Вот так В общем Это вот посылочка Мне пришла Из Москвы Ребята Да-да Поперзи-поперзи Оплатить Наложным платежом Никогда так не делать Потому что Когда вы Допустим Оплачиваете это все На почте Вам во-первых Наценивают За вес То есть То что Допустим Вот эта посылка По сути Она была в очень большой коробке Ну там Она вот этим Полиэтиленом набита Там Ну в общем-то Много чего лишнего было Но коробка была большая Весила на 7 килограмм Эти 7 килограмм Я заплатил За доставку Блядь Рублей 500 На эту хуня Понимаете За то что Я использовал Короче Почта Она просто так Деньги не может отослать Она отсылает Именно вот Все наверное Слышали по телевизору Там Вестерн юнион Перевод денег И прочее Поебот Так вот Именно почта Этим и пользуется Получается За то что Они переведут Вот эти вот За сколько я эти фары брал 2 400 они стоят Вот За то что я 2 400 Отослал Мне накинули Короче вот Я не знаю точно Сколько мне накинули Но факт в том Что я отдал На тысячу больше Это ну как же Как бы там Вместе И за доставку И получается За то что Они перевели деньги Им туда в Москву Вот в эту фирму Про спорт Ну вот как то так Делайте выводы Если Есть возможность Оплатить электронными деньгами То оплачивайте сразу Вот что я вам хочу сказать То есть в этом плане Почта России Это не лучший вариант Вот А это я в фару приложим Хотя посмотрим Как она выглядит Покажу подписанным А то они там Мне наверное В комментах Обоссуд Все Скажем Вот Пару показать Показал А не приложил На Соткаешь Вот этот ветровик Я пока отклеил Он у меня Периодически Отклеивается Там Ну На двусторонний Скотч Его собачек Вот это вот Реально называется Колхоз То есть Колхоз Это по сути Предразумевается Тем Что Добавляешь в машину То Что в ней Изначально Заводом Не было предусмотрено То есть Вот допустим Боковые ветровики Их не было А то что я допустим Меняю фары На светодиоды Тут уж извините То есть Светодиодные фары Это ну как Современные вроде считаются Не то что лампочные И я просто Заменяю детали А не добавляю их Понимаете Вот это Это не колхоз Это я допустим Если бы я сюда Врезал спойлер То есть Вот смотрите У меня дырок для спойлера нету Да И если я бы сюда Его поставил То да Это же Ну можно уже Называть колхозом А так Я его потом Прежу Ну да Колхоз для спойлер Твистер Большой да Небольшой Не ну понимаешь Вот Спойлер Я буду использовать Вообще не подозначение То есть Он же для чего Для аэродинамики нужен А мне тупо для вида Все Я фары вот эти Для чего брал Вы думаете Они круто светят Нихуя подобного То есть Тут как минимум Надо ставить ксенон И какие то другие линзы Вот так вот Я их просто Как бы Взял для виду Чтобы они были Чтобы они именно Светились Ну вот да Но это конечно Со временем будет Потому что Две нормальные линзы С нормальным рассеивателем Стоят около Четырех тысяч То есть Это опять Такой же комплект Фар В общем Это да Это я просто Как бы взял Визуальный тюнинг Я не думаю Я не думаю Что они будут Круто светить Помните с кем Мы бухали С кем я бухал Кто меня смотрит Кто говорит Давай продвигайся Марк Передай привет Школьникам Ну меня Молна Наверное Люди смотрят Но все равно Узнаете его Цой Короче Едет на мостик Сука Ну я смотри Знать Как тебе Мончи стайл Это просто Фристайл Залетаю Твой отдам Тебе Аорис Продам Если хочешь Могу и твой Продать Я не знаю С вами по-против Ну вот поэтому Отдам Они у меня дома лежат Пусть пока Ну это сейчас Дома три буфера Чё сюда По городу Проедусь И всё Внимай Чё интересно На В экран Смотри Чё Ген Когда жениться С тобой Скоро На сайте Хоть пригласишь Как лав Ты что там Работаешь Ну бля Я украшаю А ты меня Вот делаешь Иди Уйду Нормально Ты зови И я Ебать там Тамада Научился Стакатик Распортик Да Заполнять Научился 58 Восемь Что ли Стаканов Надо Получается Мартиница Называется Сверху Шапанское Льёшь На верх Не льёшь Оно По другим Короче Распределяется Вообще Физика Я вах Я думал Это всё Это На стол Будет У валька СП Женат Стоит Вообще Чё-то Пизать Серьёзные Все Либо Либо Вы Всё Долбоебы Либо Я один Чё-то Это Несерьёзный Какой-то Ну не в 19 Жилет Не в 20 Ладно В смысле Неки Скоро Серьёзно Да Ты свадьбу Отначил Серьёзно Красавчик Мы парня потеряли Всё Он натурал Теперь Он не пидор Фу таким быть Фу Генка Фу Видите Не со мной Катается Меня вообще Не позвал Кусок Пошёл я Значится Домой Кошка Активно Изучает Короб Интересно Рита Ну-ка Вот Чисто Ради Прикуп Ты Туда Вниз Спустишься Ну Спустись Блин Ну Не хочешь Как хочешь Так бы тебе Домик был Да-да Обнюхай Всё сначала У тебя конечно Волос на нём Будет намного Больше Нет 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 Ты туда Спускаться Не хотела И сейчас И провод Тоже Не трогай Нет Надо Уметь Сказать Женщине Нет Рита Массируем Мы так Её Что Интересно Да Ты попробуй Спустись Нет Не хочет Как Тянь Цеплю Яйца Так Ну В эти Дырки Её не Вариант Сосыпать Потому что Тут провода И она Сейчас Будет Ням-ням Делать Рита Рит Любишь Сашу Любишь или нет Кусаешь Или любишь И уши Главное на вострилах Главное на вострилах Ой Всё Да Всё Не любишь Сошу Главное на вострилах Главное на вострилах Значит нет Ну и ладно Буду тебя мучить За это Сашу Мне Уши Видите Как сделала Сейчас Значит я пизды Получу Или она Убежит В смысле Вообще Пофиг Да блин Ну сильнее я бить не буду Конечно Так просто Похлопаем Капец она меня тралит Всё Пошли кушать Кушать не провода А нормальную Кошачью еду Да 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 Пошли Пойдём 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 Птица в желе Представляю Сейчас Открываешь Упаковку Там такой Воробуш Курлык Курлык В желе Правда Вместо Какого-то соуса Я использую Вот такую Вот Икру Она получается Сейчас Открою Она получается Не как икра А как Масло Что ли Ну блин Это вкусно То есть Мне нравится Я с ней чипсы кушаю В общем Классная штука Совет Ребят Я перекусил Рита Он тоже уже Не стал я Снимать этот процесс Потому что я человек Вроде как культурный Вот И не привык Кушать Когда он меня смотрит Примерно полторы тысячи человек Ну примерно так Этот влог наберёт Ладно В общем Пойдём спать Сейчас Потому что Уже вечер Завтра Мне надо доделать свадьбу Построить фуршеты С шампанского В общем Много дел Пока Везде успеваю Всё идёт как надо Подписывайтесь на канал Ставьте лукас Я с вами был Саша Джаггернаут Всё пока Бля Вот Когда же я к этой штуке Я привыкну Каждый раз Постоянно удивляюсь А что это за бандура У меня стоит Но зато Удобно На неё можно И обогреватель положить И телефон Вот так вот То есть Чтобы он не на стульчике Лежал А вот тут Лежит диван В общем Хороший гаджет Правда И громоздкий Пригодится В хозяйстве Ты говоришь Тут всё не так И пишешь на заборе Я так хочу Увидеть море В плотном потоке чувств Всё что я хочу Раствориться И скатиться солью По её плечу Ты говоришь Тут всё не так И пишешь на заборе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok